здравствуйте друзья сегодня мы снова с антоном кузьминым руководителем отдела маркетинга компании tc и снова в шоуруме tc в академии tc и поговорим мы на очень интересную тему который зачастую к сожалению уделяет очень мало внимания прежде всего добро пожаловать на мы находимся в академии шоуруму tc который находится в москве сегодня мы будем рассказывать тоже каким образом вы можете подключить свои радиаторы используя различные схемы потому что для подключения радиатора к системе отопление есть разные способы есть подключение сбоку есть подключение стены обучения из пола и для этого нужно использовать специальное оборудование если вы будете знать какие варианты есть подключение вы найдете именно тав который будет наиболее эстетично и удобно для вас. Да, и вот эстетично это самое главное, потому что зачастую, к сожалению, подключает, ну как вот только бог на душу положит, то металлопластиковые трубы торчат, то даже какая-то теплоизоляция торчит, или какая-то гофра синяя-красная, и все это обязательно заляпано каким-нибудь раствором и краской, и все это, естественно, портит вид красивого радиатора на фоне красивой стены, ну максимально. И, конечно, мы ответим сегодня дизайнерам, как сделать правильно, как сделать красиво. Какие бывают варианты у компании ТЦ? Тот вариант, который наиболее часто для вас, наверное, встречается, это как раз подключение трубой напрямую без использования эстетических трубок. Нижнюю точку, верхнюю точку. Может быть диагональное подключение, когда нижняя, например, правая точка, верхняя, левая точка с одной точки поступает, вода с другой выходит. Классический вариант подключения, когда у нас идет с одной стороны сверху и снизу. Здесь у нас термостатическая часть регулировки, она не интегрирована в радиатор, она находится на поверхности. У нас поэтому есть проходной элемент термостатический внешний и на него одевается уже регулирующая термоголовка. Но современные модели радиаторов делают точку входа и выхода рядом с друг другом, что, соответственно, зону подключения к ним воды и отвода воды делает очень компактно и удобно. Подключение радиатора может быть, соответственно, не только просто трубой. Также это может быть произведено с помощью эстетичных трубок. Медные трубки, никелированные или хромированные. Но так как трубка сама по себе не имеет резьбы, подключение происходит уже через так называемое соединение американка или цанговый зажим, который обеспечивает надежное соединение и, в принципе, позволяет при необходимости легко его разбирать для того, чтобы, в общем-то, поменять, например, радиатор на новый. И эта же трубка внешне будет выглядеть так же, когда мы будем использовать так называемый готовый узел подключения. Когда трубка идет соединенная. Соединенная трубка нужна для того, чтобы до установки радиатора сделать опрессовку системы. То есть мы, собственно, делаем ремонт, делаем стяжку, из нее выводим готовый узел подключения, трубка закрытая, опрессуем систему, проверяем ее по давлению, все счастливы. Начинаем делать чистовую отделку, раскладываем паркетную доску, делаем венецианскую штукатурку, понимаем, что все чистенько, аккуратненько готово. После этого мы спиливаем верхнюю часть и подключаем радиатор. И тем самым для строителей нет проблемы, как подлезть валиком или кисточкой с венецианкой за радиатор, чтобы сделать все эстетично. Блок управления утоплен в радиатор. У нас торчит только термостатическая головка, которой мы управляем с внешней стороны. Если у вас вдруг в доме оказались радиаторы, которые со временем вам надоели, или они вас расстраивают, или, может быть, они дают недостаточную теплоотдачу, их замена не представляется большой сложностью. Достаточно просто подобрать такой же узел подключения, тогда эта замена... Ну, учитывая то, что они, в общем, стандартные, это не так сложно. Да, соответственно, в принципе, эта замена может произойти очень быстро. Как раз есть еще один у нас специальный случай решения подключения радиатора. Это когда так случилось, вы закончили ремонт в вашем доме, эстетика, красота, кругом уже декоративная венецианская штукатурка. Дорогая. Стоят красивые вазы, значит, с цветами. И, собственно, вы понимаете, что в помещении недостаточно тепло. То есть труба идет, вода лежит, а тепло не поступает. Да. В этот момент можете при себе понять, что, в общем-то, пожалуй, нужно установить еще один радиатор. То есть нужна еще одна точка подключения. Поэтому компания ТЦ предлагает специальное решение, так называемая плинтусная разводка. Используя достаточно красивый плинтус, который красится в цвет стен или в цвет пола, как вам больше нравится, в этот плинтус прячется разводка. То есть все эти трубки, которые могли быть просто на поверхности, они уходят, можно сказать, в этот плинтус. И вы этого абсолютно не замечаете, когда находитесь в своем жилом пространстве. Тем самым вы можете сделать дополнительную точку, дополнительный радиатор. В данном случае мы имеем подключение плинтусной разводки. И здесь мы видим, что есть у нас перекрытие каналов. То есть мы можем перекрыть поступление и отвод воды через эти вентили. Они перекрываются шестигранником. Это так называемое угловое соединение к радиатору. Такая разводка подойдет для домов, которые имеют, в общем-то, не очень, так сказать, жесткую конструкцию. То есть, например, сборно-щитовые дома, в которых вообще, в принципе, нельзя ничего прятать стенку, потому что у них направляющие и ребра жесткости находятся в этих тоненьких стеночках. То есть в них фактически ничего нельзя прятать. И также в полу, в общем-то, нежелательно, потому что там тоже все достаточно сделано плотненько. В этих случаях плинтусная разводка также является хорошим решением, потому что она идет по стене, сохраняет жесткость стен, но при этом дает возможность подключиться красиво, не делая, в общем-то, разводку поверх стены. Ну, я так понимаю, что эта разводка подойдет и для деревянных рубленных домов, когда в бревне не очень хочется штробить, или это достаточно трудоемко. Ну, опять же, мы вспоминаем, что в целом не все стены вообще можно штробить. Так-то рекомендовано несущую стенку штробить. Это, в общем-то, как бы решение заказчика часто звучит. Строитель, я знаю, что я делаю, мочи. И тогда, в общем-то, особенно часто в многоквартирном доме нарушается целостность конструкции, стены. Мы очень надеемся, что это никогда не приведет к классивным последствиям, но в этих ситуациях также, в общем-то, рекомендовано использовать разводку по стене, в том числе используя плинтусную эстетичную разводку. Ну что ж, друзья, в общем, не надо мочить. Обратите внимание на шикарное, я считаю, очень технически продуманное решение по красивому подключению радиаторов от компании ТЦ, и тогда точно вы никого не замочите, например, соседей снизу. Ну и оставайтесь с нами, мы ответим еще на какой-нибудь интересный дизайнерский вопрос с помощью инженерных находок и решений компании ТЦ. Все, пока! Такие модели, в общем-то, встречаются не только у именитых, дорогих производителей европейских, но также, в общем-то, и у более бюджетных отечественных. И также европейских. Да, там тоже все можно найти. Здесь просто я не знаю, как мы этот кадр потом будем показывать? Мы все будем показывать. Я просто пытаюсь понять, каким образом потом это все будет раскадровкой происходить, чтобы какая-то была такая логика. Не нужно, это магия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»